Нет, Танечка, опусти руку, ты чукча, ты не можешь шагать в нашей пьесе. Я отлично понимаю, что главные крикуны в комментариях не смогут досмотреть этот ролик до второй половины, где будет содержаться альтернативная точка зрения. Поэтому начнем это видео с небольшого эксперимента. Надеюсь, вы знакомы с настоящим шедевром мирового кинематографа «Войной и миром Бондарчука». Если что, не Федора. Вот это Елен Курагина, чьей красотой восхищается все светское общество. Девица на выданье. Идеальное попадание в роль. Сразу же видно, что к возрасту литературной героини подошли очень щепетильно. Привет, актеры из американских сериалов о подростках. Ведь это экранизация классики. Эту версию «Войны и мира» смотрели целые поколения советских российских школьников прямо в кабинетах. Девица на выданье, поинтересуйтесь, какой это возраст. Да, актриса, скорее всего, лет на 20 старше своей героини. И что? А это Наташа Ростова в фильме. Согласитесь, слово «некрасивая» так и вертится на языке. Ведь именно так описывает свою героиню Толстой. Наташа Ростова «некрасивая». И это неоднократно подчеркивается. Более того, это важно для произведения. Элен и Наташа постоянно противопоставляются на страницах романа. Есть красота телесная, а есть красота душевная. Вы это противопоставление здесь видите? Перед вами некрасивая и идеальная внешность, от которой все сходят с ума? Внимание! Идеальная внешность должна быть у Элен. И вот вопрос. Считаете ли вы настоящим надругательством над классикой? Плевком в душу каждому образованному человеку? Если что, это не мои слова. Тот факт, что в экранизации не фантазии на тему. Режиссер позволяет себе менять возраст и внешность героев, описание которых присутствует на страницах романа. Ответьте для себя на этот вопрос. Или самое главное, чтобы цвет кожи совпадал, а на остальное можно закрыть глаза. Ну и вот теперь уже можно переходить к теме самого ролика. И да, если что, я считаю, что роль Наташи Ростовой одна из самых удачных в ленте Бондарчука. Актриса сыграла потрясающе. А то еще решите, что я отношусь к тем, кого вечно оскорбляет неисторичность художественного произведения. А, и еще воспользуюсь моментом и прорекламирую свой инстаграм, в котором я выкладываю вот такие видео с дополненной реальностью, вот такие фотографии и вот такие иллюстрации. Подписывайтесь, ссылка есть в описании. Пару лет назад мы говорили с вами на этом канале о сериале Чернобыль и весьма странных претензиях к авторам из-за недостаточного расового разнообразия актеров. Некоторые западные пользователи твиттера с гораздо большим интересом обсуждали не сюжеты, актерскую игру, а отсутствие темнокожих. Ну что ж, прошло два года, другой сериал, другие зрители, проблемы те же. Ну, практически. В самом конце декабря на Нетфликсе вышел сериал Бриджертоны. И мать моя женщина, как же подгорела попка у российского интернета. Это что, темнокожие дворяне в Англии 19 века? Да они там в своей Америке с ума посходили. Опять угнетают белых. В историческом сериале создатели наплевали на историю. Тьфу, там еще и королева темнокожая. Проклятые толерасты. Наверное, лучше всех свою боль выразила Татьяна Толстая. Ну, писатель же. Что не смотреть? Бриджертон, американский сериальчик из жизни английского высшего общества 1813 года. 1813-го, подчеркиваю. Дамы высшего общества чернокожие. Фрейлины тоже. Можно подумать, они все от Отелона родились. Что ли? Да, блм. Ага, на 15-й минуте выключила. Возможно, если бы Татьяна и другие зрители посмотрели бы больше 15 минут, хотя, мне кажется, и этого было достаточно, они бы поняли, что сериал вообще не претендует на историчность. Вот совсем. В первой же серии на балу вместо классической музыки целиком, я подчеркиваю, целиком, играет песня Арианы Гранде «Thank you, Next». Компанию ей составляет Шон Мендес, Марун Файв, Билли Айлиш, Тейлор Свифт. Да, герои из сериала слушают Ариану Гранде. Она, типа, популярна в 19-м веке в мире этого сериала. Ну, то есть, альтернативная версия Арианы Гранде. Наверное, Шонда Раймс, ответственная за весь этот балаган, просто не знала, что Гранде, Свифт и Айлиш не жили в 19-м веке. Эх, такая историческая неточность. А по факту же, героев подросткового сериала «Сплетница» просто облачили в длинные платья и отправили на бал. И тут возникает вопрос, может ли творец так поступать? Имеет ли право режиссер на некую историческую фантазию? Ну и сразу же, чтобы было понятно. Вот историческая лента от Нетфликса. Оцените. Костюмы, актеров, сходства. Создатели стремились его добиться. Пытались передать эпоху. Никаких исторических личностей не меняли до неузнаваемости. Если что, это сериал «Корона». Кстати, в самой новинке наличие темнокожей знати даже объяснили сюжетно. А что, так можно было? Король решил жениться на даме с темным цветом кожи. И, соответственно, люди, похожие на нее, стали полноправными членами общества. То есть, еще раз, нам показывают альтернативную версию истории. Ни о какой реальности речь не идет. И это, блин, было очевидно еще в первой серии. Выдохните, никто не делает Сталина темнокожим. Но разве оскорбившихся жителей Новосибирска это интересует? Когда начинаются вопли о повесточке и правильной национальности актеров, мне всегда становится не по себе. Потому что есть здесь некая лицемерие. Если нас оскорбляет темнокожий актер в любой роли в историческом фильме. Ну, кроме «Слуги», потому что так было в истории. Значит ли это, что азиатские театры не имеют права ставить, к примеру, Ромео и Джульетту? Если и Вова из Коломны, или Катя из Челябинска попадут на такой спектакль, они тоже возмутятся? Ну, кого эти актеры пытаются обмануть? Че пыль в глаза пускают? Я знаю историю, и итальянцы так не выглядят. А это что за пародия на Гамлета? Вы сейчас хотите мне сказать, что это принц Датский? И Шекспир задумывал его именно таким? Вам самим не смешно? Что, реально? Во всей Японии не смогли найти десяток актеров с европейской внешностью? Пусть японцы играют в японских историях! Другой вопрос. А, к примеру, театр в Улан-Удэ. Может Евгения Онегина ставить? Или сначала нужно удостовериться, что в труппе не слишком много бурятов? Иначе же Пушкин перевернется в гробу. Или это вообще по-другому работает? Если это что-то местечковое для азиатского рынка, то норм. Но если японцы подкопят денег и будут рассчитывать на международный прокат, то нужно искать уже нормальную Джульетту. А не это вот все. Ты, конечно, хороша для Токио, но мы этот фильм будем в Москве показывать. А Саша с Таней знают, что Джульетта – итальянка. Если вы попадете на чукотский школьный спектакль, вас оскорбит азиатская Татьяна Ларина. И если да, то представителям коренных народов нельзя играть только главных персонажей или вообще все произведение не для них. Нет, Танечка, опусти руку. Ты, Чукча, ты не можешь играть в нашей пьесе. А еще к вопросу историчности. Только раса должна совпадать? А то меня, как любителя истории Древнего Египта, безумно оскорбляет? Нет. Фильм Клеопатра с Элизабет Тейлор. Клеопатра так не выглядела. Это глупый миф. Историки считают, что она вообще не была красоткой и очаровывала мужчин своей харизмой и умом. А глупый Голливуд все наврал. И теперь целые поколения считают ее идеалом красоты. Это нормально? Сплошные вопросы. Где здесь историчность? Я требую грязных, немытых актеров с плохими зубами. Ну это что вообще такое? Не историчное. Все по-другому было. А темнокожая русалочка. Вы вообще понимаете, что у нее под водой физически не мог быть такой цвет кожи. Вот Патрик со Спанч Бобом разводят огонь на дне океана. Это... Ну это тоже физически невозможно, но это другое. И вот в тот момент, когда вы уже решили, что у меня толерантность головного мозга, я хочу рассмотреть героев по другую сторону баррикад. А по факту точно таких же. Любителей искусства. Не отходим далеко от Клеопатры. В прошлом году стало известно, что новую версию египетской царицы сыграет израильская актриса Галь Гадот. Скорее всего, она известна вам по роли Чудо-женщины. И что началось в Твиттере? Ну а где еще? Ладно, еще в Инстаграме. Как посмели отдать роль чернокожей правительницы белой актрисе? С каких пор Клеопатра стала темнокожей правительницей, учитывая, что она относится к македонской, подчеркнем это слово, династии Птолемеев? Но справедливые борцуны знают, что Египет расположен в Африке, а в Африке все темнокожие. Да, это именно так и работает. И вот ты не знаешь, толь сидеть, толь падать. В середине прошлого года из анимационного сериала «Центральный парк» ушла актриса озвучки Кристен Белл. Причина? Она чувствует, что не может озвучивать персонажа, потому что у ее героини темнокожий отец и белая мать. И Кристен, белая актриса, не сможет передать голосом всю глубину опыта ребенка и смешанной семьи. Лайки в инсте, поддержка коллег, создателя сериала. Все хорошо. Только вот беда. В вашей ленте пожилую женщину озвучивает мужчина. И как-то лицемерненько получается. Белл не может понять весь опыт героини. Цвет кожи-то не тот. А вот мужчина средних лет, конечно же, знает все о жизни пенсионерки. Или все-таки актер может играть героев не только исходя из своих внешних характеристик? Может быть мы в первую очередь будем смотреть на актерскую игру? Да не, бред какой-то. Но и в заключении хочется дать совет всем тем, кто устал от повесточки в фильмах и сериалах. Друзья, даже не так, товарищи. У вас есть целое непаханное поле лент без геев, без трансгендеров, никаких феминисток, темнокожих актеров днем с огнем не сыщешь. Добро пожаловать в сериалы НТВ и российское кино. Все как вы любите. Да, в американских фильмах будет все то, что вас раздражает. Потому что для западного общества это уже норма. И как бы не было обидно российскому интернету, снимают это все не для нас. Как бы не материлась в своем фейсбуке Татьяна Толстая, но Бриджертона буквально за первую неделю на Нетфликсе установили чуть ли не рекорд. Потому что у этого продукта есть свои покупатели. Просто эти покупатели не Татьяна Толстая. И да, если вдруг кто-то решит снять про меня фильм и на главную роль позовут темнокожего актера, мне будет абсолютно все равно до тех пор, пока меня будет играть красивый актер. Главное, чтобы красивый. А цвет кожи вообще не играет никакой роли. Ну, важно же передавать настоящую красоту через экран.